К другим темам. Сегодня в колонии строгого режима прошел день открытых дверей. Возможность оценить условия содержания заключенных предоставили общественным наблюдателям и журналистам. Цель таких акций – не только гражданский контроль соблюдения прав отбывающих наказания, но и помощь тем, кто завтра выйдет на свободу. С подробностями наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. 6 лет срок. 4 года. Дальше что дальше? Дальше. Жизнь свою устраивает. Александр Яблонский из Краснодарского края. В колонии строгого режима попал по 158 статье. Хищение чужого имущества в особо крупном размере. Сговоры с группой лет. Оставшееся время попробую провести с пользой для всех, говорит он. По специальности газоэлектросварщик сейчас переквалифицировался в партнере. В швейный цех производит куртки, бушлаты и спецформу. Прохладянин Дмитрий Щебеденко тоже работает здесь. Признается, возраст уже не тот, чтобы по тюрьмам сидеть. Да, было внуков воспитывать уже, все, хватит. Решил я бросить с преступной деятельностью, воспитывать внуков, семью, в семье жить. Надоело мне уже в тюрьме сидеть. Исправительная колония номер 3 вмещает до тысячи заключенных. По словам ее начальника Чарима Бермамитова, наполняемость на сегодня почти стопроцентная. Возраст осужденных в среднем 30-40 лет. Это люди, в чьих биографиях есть рецидив преступления. Здесь содержится с Краснодарского края, с Чеченской республики, с республики Дагестан и наши местные содержащиеся. Но есть и иностранные граждане, граждане Узбекистана, граждане Таджикистана. Преобладают статьи здесь тяжкие, особо тяжкие. То есть тяжкие это согласно уголовному кодексу, который предусматривает до 10 санкций, предусматривает до 10 лет лишения свободы. И особо тяжкие до 15 и свыше 15 лет. Журналистам и председателям общественного совета УФСИН Мухаммеду Карданову показали, как живут осужденные. По словам Чарима Бермамитова, отремонтированы кровля и оконные блоки, внутренние помещения и санузлы. Спецконтингент перешел на новые виды и нормы вещевого довольствия и постельных принадлежностей. Не остались без внимания и вопросы медицинского обслуживания. Как отмечают в управлении, сотрудники уголовно-исправительной системы стараются создать условия для позитивного формирования личности осужденного, его социализации и профилактики рецидива. Каким будет человек, который, отсидев за колючей проволокой, выйдет на свободу? Кого получит общество? Вопрос сегодня волнующий всех, в том числе и сотрудников УФСИН. Будет ли это законопослушный гражданин и полноценный член общества, который скорректировал свое поведение? Или это потенциальный нарушитель закона, склонный к повторным рецидивам? Сегодня для социализации осужденных делается все и государством, и обществом. Но многое, конечно же, зависит от них самих. Между тем, по амнистии к 70-летию Победы из колонии уже освобождены порядка 60 заключенных. На рассмотрении документы еще 25 человек. Сафар Гиреев, Марат Татруков. Вести Кавардина, Балкария.